За круглым столом в Центральной городской библиотеке Бендер встретились представители госадминистрации, Минсоцзащиты, Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов, Центра матери-ребенка и родители детей с ограниченными возможностями. Мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов. За столом родители особенных детей рассказывают свои истории. Уже в роддоме Еве поставили сложный диагноз, но родители не отчаялись, боролись. Выбрали плавание как самый реабилитирующий спорт. Сейчас Ева – параспортсменка, мастер спорта. Сейчас Еве 12 лет. Мы готовимся на Паралимпийские игры в 2024 году. Усердно работаем по 15 часов в неделю и стремимся стать лучшими. Прошли очень серьезный путь. Я поехала в прошлом году и в этом году я ехала в Чехию на соревнования по параспортсменам. И заняла в прошлом году два вторых места, а в этом два первых. Я бы посоветовала другим детям не сдаваться и верить в себя. Горе, шок, вина, стыд – это первое чувство родителей, узнавших о сложном диагнозе своего ребенка. Наталья Верба не понаслышке знает о проблемах родителей детей-инвалидов. У нее тоже особенный сын. Организация «Доброе сердце» насчитывает 160 детей с инвалидностью. Она нуждается в помощи, в том числе и в квалифицированном психологе. Когда моего ребенка вывели на инвалидность, я не знала, что делать. Мне было очень тяжело, нам было очень тяжело. Я не могла понять, что. И когда выводят ребенка, я хотела этим мамам помочь, чтобы они не были одни. Круглые столы нужны в первую очередь для общения родителей между собой. Потому что многие родители, они закрыты со своими детьми, которые ребенок лежачий, мама вообще не может никуда выйти. Такие встречи нужны для общения и обмена опытом. Здесь можно получить консультацию специалиста, узнать о новых методах лечения и реабилитации, а порой просто поделиться своими проблемами. На самом деле очень трудно воспитывать и обучать таких детей. Родители, они эмоционально истощаются, у них не хватает сил, не хватает поддержки. И вот такие мероприятия, если бы они были еще почаще, сближали бы и давали эмоциональную разгрузку. И они нужны и необходимы. Нам приезжают дети со всех районов. Поступают дети в различном состоянии и в различном возрасте. Самое главное, чтобы дети поступали в отделение в более раннем возрасте. Потому что эффективность лечения значительно выше. Эти люди сталкиваются со многими проблемами. К примеру, медицинская помощь, трудоустройство. Есть трудности у родителей, детей, параспортсменов. Не всегда есть возможность выезжать на соревнования, говорили за круглым столом. Здесь помощь, в том числе и финансовую, может оказать Республиканский спортивно-восстановительный центр инвалидов. Нам нужно понимать, какие конкретно задачи стоят перед нами, для того, чтобы системно иметь возможность их решать. Сегодня я увидела, что есть необходимость в дальнейшем приглашать и специалистов из Министерства здравоохранения. Я очень рада, что у нас в городе открывается в ближайшее время бассейн. И я уверена, что мы будем двигаться и работать в направлении оказания услуг и для детей с ограниченными возможностями. Государство помогает людям с ограниченными возможностями. Для них строят пандусы, закупают коляски, открывают центры дневного пребывания детей. В этом году при помощи президента в городе открыли специализированный спортивный клуб. Оказать помощь готовы и в Минсотзащиты. На встрече говорили, что в ведомстве открыты к диалогу, выслушат и по возможности помогут. Можно записаться на личный прием к профильным министрам, а также в управление по общественным связям при госадминистрации. Активная позиция родителей – это важная часть успеха их детей. Для участников круглого стола организовали во второй гимназии «Голубой огонек». Расслабиться и отдохнуть после серьезного разговора помогли музыкальные номера творческих коллективов гимназии.